Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия человечества. Сегодня на уроке мы с вами объясним пути сохранения историко-культурного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Организация ЮНЕСКО была создана в 1945 году как подразделение Организации Объединенных Наций. Задача ЮНЕСКО – это сохранение всемирного наследия. Членами ЮНЕСКО являются 193 государства, и Республика Казахстан стала членом ЮНЕСКО в 1992 году. Ежегодно список всемирного наследия ЮНЕСКО пополняется, и на момент 2020 года в этот список входило 1121 объект. Существует 10 критериев отбора для включения объектов в список всемирного наследия. Сначала они разделялись на культурные критерии и биологические критерии, но на сегодняшний момент этот список единый и состоит он из 10 критериев. Первый критерий – если объект является произведением творческого гения человека. Второй критерий – если он отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей, существующих в течение определенного периода времени. Третий критерий – если он является уникальным или по меньшей мере исключительным свидетельством культурной традиции или цивилизации. Четвертый критерий – если объект представляет собой выдающийся образец типа строения. Пятый критерий – если объект представляет собой выдающийся образец традиционного человеческого поселения. Шестой критерий – объект должен быть непосредственно или значимо быть связанным с событиями или традициями, идеями или верованиями, произведениями литературы и искусства. Седьмой критерий – если объект включает уникальные природные явления или территории исключительно природной красоты. Восьмой критерий – объект представляет собой выдающиеся примеры отражения основных этапов истории Земли. Девятый критерий – если объект представляет собой выдающиеся примеры важных, протекающих и в настоящее время экологических и биологических процессов. И десятый критерий – если объект включает в себя природные ареалы наибольшей важности с точки зрения сохранения в них биологического разнообразия. Например, критерий мы с вами можем увидеть при раскопках древнегреческих городов Микены и Теринф. Микены – это древнегреческий город, который стал основой критомикенской цивилизации, и история этого города начинается в 15-12 веках до нашей эры. С Микенами связан сюжет древнегреческой поэмы Гомера Илиада, царем Агамимнон был царем Микен. И Микены стали одной из любимых тем культуры Европы на протяжении трех тысяч лет. Микены включены в список всемирного наследия по 1, 2, 3, 4 и 6 критериям. Остров Делос – это небольшой остров в Пелопоннесе в Греции. Он является частью архипелага Кискады и считается родиной бога Аполлона. Памятники на этом острове очень разнообразны и тесно сконцентрированы. Остров Делос относится к списку ЮНЕСКО по критериям 2, 4 и 5. Девственные влажные леса Суматры – это уникальный резерват, в котором представлены три природных заповедника, три парка. И в этом регионе представлено порядка 10 тысяч видов растений. Из них 17 видов растений являются эндемиками. В лесах Суматры проживает 580 видов птиц и при этом 21 вид птиц являются эндемиками. Леса Суматры включены в список наследия ЮНЕСКО по 7, 9 и 10 критериям. Национальный парк Лоренс – это уникальный резерват, потому что в этом парке представлены все пояса. В этом парке мы можем наблюдать как горные вершины, так и акватории Тропического моря. Данный объект включен в список всемирного наследия по критериям 8, 9 и 10. На сегодняшний момент лидерами по числу объектов всемирного наследия являются Италия и Китай. Там представлено по 55 объектов. В Испании таких объектов 48, в Германии – 46, во Франции – 45, в Индии – 38, в Мексике – 35, в Великобритании – 32 и в России – 30. В России может считаться, что объектов 29, потому что один объект находится на территории Крыма, а Крым сегодня является спорной территорией. Всего объектов 1121, из них 869 объектов культурных, 213 – природных и 39 – смешанных. Направления деятельности ЮНЕСКО очень разнообразны. Выделяются такие направления, как образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, коммуникация, информация и культура. Образование – это одно из главных направлений деятельности ЮНЕСКО. Первоначально образование было совсем главным направлением, когда после Второй мировой войны в Европе были разрушены школы, и поэтому ЮНЕСКО видела перед собой задачу – это восстановление разрушенных школ. В 50-е годы ЮНЕСКО стало бороться за защиту прав человека в области образования, а в 60-е годы, когда начался процесс деколонизации, усилия ЮНЕСКО были направлены на развитие образования в африканских странах, в странах Третьего мира. Следующее направление – это естественные науки. ЮНЕСКО очень гордится тем, что слово «наука» выведено в название этой организации. Это единственная организация ООН, где слово «наука» присутствует даже в названии. Роль науки, по мнению ЮНЕСКО, очень велика, и поэтому они объединяют науки вместе с образованием и культурой. Под эгидой ЮНЕСКО создаются международные центры по ядерным испытаниям и по охране природы. Социальные и гуманитарные науки – это направление, которое занимается разнообразными вопросами, например, равенство полов, проблема допинга в спорте, право на образование, проблема миграции, борьба с дискриминацией. Направление ЮНЕСКО-культура занимается защитой культурных объектов и защитой нематериального наследия. Следующее направление деятельности ЮНЕСКО – это коммуникация и информация. В некоторых странах существует дискриминация, по получению правдивой информации, и поэтому ЮНЕСКО отслеживает ситуацию со свободой слова, с равным доступом к информации, и ЮНЕСКО категорически осуждает расправы над сотрудниками средств массовой информации. Каждый год в ЮНЕСКО возникают еще специальные темы, которые рассматриваются в течение текущего года. На сегодняшний момент такими сквозными темами для ЮНЕСКО являются Африка и гендерное равенство. Отношение к деятельности ЮНЕСКО на сегодняшний момент очень двоякое. ЮНЕСКО делает очень много для того, чтобы сохранить памятники культуры, и очень многое удается. Но есть и критика деятельности ЮНЕСКО. Так в глаза бросается преобладание европейских объектов в списке всемирного наследия. Те объекты, которые попадают в этот список, они становятся туристически очень привлекательными. И таким образом замешивается финансовый вопрос, поэтому возникает лоббирование интересов каких-то государств. Включение объектов в список всемирного наследия очень дорогостоящее, и поэтому Эритрея до сих пор не может включить город Асмера, который уникален своей модернистской архитектурой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году ЮНЕСКО не смогло отстоять бамианские статуи Будды. На территории Афганистана был удивительный памятник 6 века. Две статуи Будды, которые были высечены прямо в скалах. Одна статуя была размером 55 метров, другая статуя была размером 37 метров. Когда в Афганистане к власти пришли талибы, то Мухаммед Амар, лидер талибов, он сказал «Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем». Когда было принято такое решение, правительство США тогда объявило, что оно удручено и озадачено таким решением, потому что уничтожение этих статуй – это осквернение культурного наследия Афганистана. Индия тогда заявила, что решение талибов – это атака на культурное наследие не только афганского народа, но и всего человечества. Глава ЮНЕСКО Каэтира Мацуура осудил действия талибов. Он сказал «ужасно видеть хладнокровное и расчетливое уничтожение культурных ценностей, которые являются наследием афганского народа и всего человечества». Пакистан – это одна из трех стран, которая официально признала движение талибан, но даже Афганистан подверг критике решения об уничтожении статуй. Иранское агентство Ираньюз заявило, что решение талибов, будучи принятым во имя ислама, бросает тень на священную религию. Муфти Египта призывал талибов отменить свое решение, заявив, что присутствие статуи не запрещено исламом. Но, однако, общественное мнение и деятельность ЮНЕСКО не смогли ничего сделать, и в 2001 году бомянские статуи Будды были взорваны. В ЮНЕСКО был проект по восстановлению этих статуй, но от этого проекта отказались, потому что восстановление этих статуй невозможно, а построить новые – это уже не исторический памятник. Давайте вспомним основные положения нашей темы. ЮНЕСКО – это специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Лидерами 2020 года по числу объектов всемирного наследия являются Италия и Китай. Под защитой ЮНЕСКО в 2020 году находился 1121 объект всемирного наследия. ЮНЕСКО считает образование своим приоритетным направлением деятельности с момента основания организации. ЮНЕСКО не всегда удается спасти культурные объекты от уничтожения. Давайте выполним задание и попробуем определить, верны ли следующие утверждения. В первом варианте верен первый ответ. ЮНЕСКО было создано в 1945 году, но ЮНЕСКО не является подразделением Европейского Союза, ЮНЕСКО – это подразделение ООН. Во втором случае верно только Б. Список всемирного наследия меняется ежегодно, а в 2020 году в этот список входило 1121 объект. В третьем случае оба суждения верны. Цель ЮНЕСКО – защита памятников культуры и природных памятников, и больше всего памятников, находящихся в списке ЮНЕСКО, находится в Италии и Китае. Давайте распределим мировые события по направлениям деятельности ЮНЕСКО. Занятия в основном проводят на улице. В большинстве стран считается, что девочкам совсем не нужно образование, поэтому их не отдают в школу. Всего в африканских странах обучается около 58% детей, и такой показатель самый низкий в мире. Конечно же, это программа ЮНЕСКО – образование. Женщины составляют костяк рабочей силы в секторах, наиболее пострадавших от карантина. Девочки первыми жертвуют образованием и будущим ради помощи семье. Это направление социальной и гуманитарной науки – проблема гендерного равенства. Из курса истории Казахстана мы с вами прекрасно знаем, что мавзолей Худжа Ахмета Исави построен в Туркестане по приказу Эмира Тимура, и в 2003 году он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это программа ЮНЕСКО – культура. Из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО давайте попробуем выделить материальное культурное наследие, – нематериальное культурное наследие и охраняемые природные объекты. Так, танго, оно включено в список всемирного наследия, это нематериальное наследие. Биосферный резерват Рио Платана в Гондурасе – это природный объект. Исторический центр Вены, в Австрии – это материальное наследие. На этом я прощаюсь с вами. До свидания.